Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день, добрый день, добрый вечер В зависимости от того, где вы находитесь Уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 м 99.1 фм На нашем веб-сайте radio nvc.com Ну и конечно же на нашем ютуб канале Также radio nvc Сегодня на народной трибуне Кроме меня еще очаровательная Инна Сергеевна Здравствуйте Инна Сергеевна Добрый день, вечер, ночь, у кого как-то Да, в зависимости от того, где наши слушатели и зрители находятся В зависимости от того Да Так начнем с чего? С того, о чем говорят, говорит весь мир Или как? Как у вас дела обстоят? Я думаю, да Тема сейчас у всех одна и та же, к сожалению И мне бы не хотелось, конечно Как мы начали, точнее закончили прошлую передачу Главное не паниковать И не сеять такие пораженческие настроения Потому что меня очень сильно напрягают и вирусологи, и политологи Которые пророчат уже конец света И говорят, что скоро все умрут И будет миллион пострадавших Ситуация серьезная Но это не повод, во-первых, отчаиваться И не повод впадать в какое-то безумие и уныние Потому что я об этом много раз говорила Вот мы сейчас ведем бесплатное консультирование временно Люди начали массово сходить с ума Есть огромное количество ипохондриков Есть огромное количество людей Которые все воспринимают близко к сердцу И для них любая новость Когда они лишний раз открывают какой-то ресурс И читают, в какой стране еще сотни погибших Они, конечно, лезут буквально на стены То есть им вообще противопоказано заходить в интернет То есть никому не прибавляет здоровье карантин И никому не прибавляет здоровье То, что сказал прекрасный Владимир Владимирович Путин Который очень кокетливо обозначил это сначала каникулами Не сказав вообще, что происходит в стране Потому что самое страшное для любого человека Это неведение Когда люди не понимают У нас чрезвычайная ситуация или нет Нам бояться, не бояться То есть вот эта формулировка самая мерзкая Что просто каникулы, просто посидите дома Побудьте с семьей, попейте чаю Займитесь домашними делами Это при том, что практически у 80% россиян кредиты И все кредитованы, перекредитованы И всем нужно ходить на работу И у всех дети по лавкам сидят Вот это для меня, конечно, была непонятная ситуация Мне казалось, что он более решительно выступит И скажет, что хотя бы если не чрезвычайное положение То какие-то жесткие меры И государство, которое претендует на империю И претендует на такой патернализм Может себе позволить месяц обеспечивать своих граждан Я считаю Я не знаю, как ситуация в Америке Насколько все серьезно И как вообще народ себя ощущает У нас все довольно серьезно Я могу судить по себе, по своей семье По своему бизнесу Но и вокруг нас все то же самое происходит Правительство Приняло решение помочь американцам Значит, всем, кто платит налоги Выплатить на каждого человека Ну, в зависимости от доходов Скажем, если одного человека приходится Не более 75 тысяч долларов в год дохода А на семью, соответственно, не более 150 То на каждого правительство выделило по 1200 долларов Это такая разовая выплата Плюс по 500 долларов на ребенка Также обещают кредиты для малых бизнесов Но с этим вообще непонятно, что и как Потому что некоторые мои знакомые Уже пытались обратиться в банки Пока безуспешно Также объявили о том, что будет оказана помощь Ну, не помощь, а послабление дано тем, кто выплачивает моргич Или ипотеку за недвижимость, дескать, на 3 месяца могут отодвинуть И кто-то обрадовался, кто-то позвонил в моргичную компанию Свою сказал Все, я платить не буду, у меня нет возможности платить Ему сказали Хорошо, не плати А Анатолий, который работает со мной здесь Сегодня его нет Поэтому я попробую пересказать его опыт То, что он мне рассказал Он дозвонился в свою, в свой банк И говорит, ну, хардшип, тяжело сейчас, зарплата нет Все как бы встало Что делать? Могу ли я не платить? Они говорят, да, можете И назвали ему там три варианта А каждый из этих вариантов на самом деле убийственен То есть, даже в том случае, если тебе дадут возможность не выплачивать моргич в течение трех месяцев Потом эту сумму приплюсуют к твоему остатку Но по истечении трех месяцев ты должен будешь сразу же выплатить эту сумму Иначе интерес на эту сумму уже будет не тот, как у тебя сейчас там у нас Ну, где-нибудь, грубо назову, в районе трех процентов А будет такой интерес, как на кредитную карточку То есть, это может быть 15, 18 и 24 процента Ну, в общем, он говорит, ну, как же, вот правительство Он говорит, ну, правительство все понятно Во-первых, мы еще никаких денег от нее, от правительства не получили А во-вторых, говорит, каждая компания, это палоси компании Вот то, что правительство, вернее, разговор такой был Правительство обещало помочь Он говорит, а ему отвечают, ну, все правильно Вот мы в меру наших сил и возможностей вам помогаем Но только вот в тех рамках, которые мы можем себе позволить То есть, никаких... Каждая компания для себя определяет, что они могут сделать Но одно могу сказать Ни один банк в ущерб себе ничего не предпримет Это первое Второе Ну, вы понимаете, все остановилось, бизнесы остановились Вы говорите, у вас там закредитованы... У нас ведь тоже все практически, все машины, все... Ну, в большинстве своем Машины, прапортии и так далее Даже студенческие лоны То есть, люди, которые учились, учатся Они занимают деньги для того, чтобы учиться Потому что образование безумно высоко Чем больше правительство начинает вмешиваться в это Тем почему-то стоимость образования больше растет А когда в колледжах, университетах появляются деньги Они начинают сходить с ума Какие-то предметы, совершенно не имеющие ничего общего С реальной жизнью вводить А стоит это все денег Ну, в общем, то есть, все должны Так вот Просто вот пример Скажем, мои рекламодатели... Я просто попытаюсь рассказать Как эту... цепочку эту Мои рекламодатели, там, скажем, остановили рекламу Потому что офисы все закрыты Стоматологи, адвокаты Медикал, рестораны Дилерские, автомобильные и так далее Ничего не работает Значит, я должен заплатить за аренду Я должен заплатить за эфирное время Я должен заплатить своим корреспондентам Из чего, из каких денег Не получается Значит, я не выплачиваю аренду Я не выплачиваю за эфирное время Так что по цепочке Лендлорд, у которого я снимаю помещение Не выплачивают свой моргидж Да То есть, все это по цепочке Приходит так или иначе в банке То есть, конечным, как бы, страдальцем Будет банк Но мы-то себе все, там, кредитные истории испортим Кто-то банкротство объявит Это влияет на жизнь в дальнейшем Я не знаю, каким образом правительство Будет выходить из этой ситуации А самое страшное заключается в том Что при всей реальности Вот этой ситуации Я не могу назвать ее трагедией Но довольно сложной ситуации Причем действительно сложной Потому что и болеют, и умирают Я сейчас смотрю просто на цифры Там миллион семьдесят две тысячи Восемьсот шестьдесят человек заражены Умерло уже пятьдесят шесть тысяч Это по миру Девятьсот четыре человека Выздоровел двести двадцать шесть тысяч Пятьдесят человек Ну, то есть, это реальные вещи И на людей А двадцать четыре часа в сутки Семь дней в неделю Там рассказывают о том, что Все абсолютно плохо Ну, то есть, вот Вплоть до того, что действительно Фабрикуют новости Там, скажем Сибиэс показывает Вернее, делает репортаж Из якобы нью-йоркского госпиталя А футоч показывает из Италии Где ситуация скверная В госпиталях мест нет В коридорах лежат и так далее То есть, делают репортаж Подставляют видео из Италии Ну, то есть, нагнетают обстановку И, конечно, и психологическое состояние людей Совершенно непонятно Так при этом еще разговоры Разные политики Разные специалисты Заявляют о том, что Так, это продлится до сентября Другие говорят, что это От сентября еще плюс один год Я У меня в голове не укладывается Я думаю, что если Это продлится три месяца Мы кончились как страна А при этом еще Международные организации Всемирная организация здравоохранения АМФ Сидят и Я послушал пресс-конференцию Там такая идея Красной нитью, что называется Проходит через их выступление Мысль о том Что мы все должны объединиться Мы все должны быть вместе То есть Я так представляю себе Министерство здравоохранения Такое всемирное В этом Всемирная организация здравоохранения И такой Центральный банк В виде АМФ То есть Понимаете Все идет У некоторых людей У богатых людей Я знаю одного Во всяком случае По имени Джордж Сорос У которого есть идея У человека есть деньги И есть идея Создать Такое общее государство Наднациональное Единое правительство Мировое такое Вот Чтобы все проблемы решать И вот тут повернулся Такой удобный случай Когда проблема Действительно глобальная Пандемия Даже Во всем мире Так сказать Все это происходит И тут потихонечку Нам подпускают Вот Такие идеи Давайте построим Такое мировое правительство Создадим Одно единое государство Но они Другими словами Говорят Смысл вот такой И это удручает Это удручает На самом деле Меня во всяком случае Я не знаю Может быть У вас Другое отношение Мы присутствуем Как раз При установлении Действительно Нового Мирового Порядка И они Очень давно Озвучивали Эту историю Это был не только Сорос Об этом Вскользь упоминал Рокфеллер Об этом Говорили много раз Докладчики Римского клуба Что Да The new order is coming Что ребята Давайте Вы должны Трансформироваться Преобразовываться И вот Как бы Одна такая Якобы Большая семья Потому что Первое Что сейчас Будет сделано Ситуация Вообще Уникальная Первое На что Я обратила Внимание Три недели Назад У нас ходили Маршрутки По городу И я Однажды Доехав Куда-то Одну остановку Обнаружила Что больше Нет безналичного Расчета То есть Раньше Ты мог Расплатиться И карточкой Специальной И деньгами Которые у тебя Есть в кошельке Ну У каждого Есть в кармане 20 долларов Допустим Или 10 Или сколько Там нужно На такси И вдруг Говорит Что нет Нет У нас Внутреннее Распоряжение Ни в коем случае Никаких денег То же самое Потихонечку Начинает происходить Абсолютно Во всех Магазинах Под эгидой Того Что Они сейчас В ближайшее время Заявят Что вирус Живет Естественно На банкнотах И не просто От человека К человеку Передается А на бумажке Которую вы берете Где-то В сельпо В продмаге Живет Например Этот проклятый вирус Там не знаю Ну условно 40 дней И бумажки нужно Немедленно убрать И всем Быстро Пулей Перейти Даже в деревню Кукуева На какие-то Специальные карточки Все это будет Оцифровано Мгновенно А то О чем я говорила Еще два года назад У меня Часть моих друзей Перешла на онлайн Обучение Их детям Примерно Там лет 10-12 Ну это поколение 30-летних родителей Да Поскольку им легче Во все это внедряться И подключать Какие-то Последние Онлайн разработки Они органично В это вписались И для них Это совершенно Нормальная была история Это гораздо было удобнее Причина была банальна Потому что Как правило Онлайн вещи Лишены Такой страшной штуки Как буллинг Если в школе Тебя там травят Обзывают Последними словами Что ты кривоногий Конопатый Прыщавый Какой-нибудь Не такой То здесь все Компактно Удобно И помимо онлайн Образования Все офисы Сейчас переходят На онлайн работу Да То есть Приходит цифровое общество Люди практически В оффлайн Возвращаться не будут Потому что Если часть Очень авторитетных Вирусологов Системно В разных странах Выступит И скажет Что ребята Вы понимаете Какая штука А это действительно Будет правда Львой вирус Он мутирует Здесь никто Не погрешит Против истины Никакой лжи В этом нет Он трансформируется Он меняется И сегодня Это какой-то Ковид-19 Завтра это Ковид-20 И 22 И это может Продолжаться Месяц Год Три года Поэтому Посидите Пожалуйста Дома Не ходите Пожалуйста В кафе Нужно вам Пройти Какую-то Образовательную Программу Включите Ноутбук Зарегистрируйтесь Пройдите Онлайн Дейтинги Какие-то Устраивайте Виртуальный Секс Будет Через полтора Года Разработают Какие-то Специальные Наношлемы Сейчас я смотрю По котировкам Вырвались Очень сильно Вперед Компании Которые Делают Дополнительную Реальность То есть Люди Действительно Живут В между Мире И если Раньше Это была Такая Только структура Для совсем Юных Школьников Которые Пропадали Часами В Плейстейшн Убились В какой-нибудь Контрол-страйк Или в прочие Танечки То теперь Это будет Вполне себе Такая жизнь У людей В параллельной Реальности Медицина Диджитал Медицина Потому что В связи С этой ситуацией С коронавирусом Очень много Репортажей Я смотрю Когда Доктора Врачи Специалисты И об этом Говорят Что вот это Единственный Пожалуй Безопасный Выход Как нужно Общаться Значит там Медсестры Могут Осуществлять Какие-то Процедуры А врачи Будут Консультировать Вот Исключительно По Так сказать Через компьютер Через интернет Это Это тоже Шаг на пути К такой Цифровой жизни Повседневной Совершенно верно Больше того Они сейчас Предложат Сделать вот что Поскольку Ситуация Спорная И действительно Непонятно А как Калибровать Заразившихся И не заразившихся Вот например Эта методика Там сидите Дома Целый месяц Ну допустим Все посидели Месяц дома При этом Достаточно Появиться Хотя бы Одному Зараженному Человеку Спустя месяц Да И наша Песня хороша Начинать Сначала То есть Это что Снова Закрывать Кафе Рестораны Какие-то Туристические Люди Это какой-то Очаровательный Маленький Чип За ушком Потому что Компания Прекрасная Илона Маска Я убеждена Не просто Так занялась Разработкой Нейролинк Если вы Помните Да Кстати Сказать Вот о чем Вы говорите По-моему Билл Гейтс Уже Эту идею Озвучил По поводу Чипов Вживление Чипов В тела Людей И Вы знаете Что Ведь Свободы Как правило Народы Теряют Не потому Что Кто-то Их Лишил Насильство На свободы А потому Что они Добровольно Отдают Свою свободу Вот И мы Так сказать Живя В таких Тепличных Условиях Некогда Приходилось Бороться Так сказать Выживать Брать на себя Ответственность А потом Общество Стало Немножко Как-то Менять Да не Немножко Радикально Меняться Кардинально Меняться Мы Привыкли Жить В тепличных Условиях И когда Мы Сталкиваемся С какой-то Проблемой Мы Готовы Пожертвовать Своей свободой Суверенитетом Ради Того Чтобы Кто-то Сказал Что он О нас Позаботится Позаботится Или нет Это другой вопрос Решит он Эту проблему Или нет Это другой вопрос Но вот Если кто-то Пообещает Что вот Если Не произнесет Слова Если вы Откажетесь От свободы Но Тут Я бы хотела Сделать ремарку Все гораздо Жестче Не то Что часть людей Будет готова Отказаться От гражданских Прав Потому что Меня например Возмутила Вот какая вещь Я не знаю Если это сейчас В Америке Прекрасный Мэр города Москвы Собянин Один из Первых Заявил Что поскольку Ситуация Очень серьезная Мы должны Не просто Всех Немедленно Посадить На карантин Мы должны Выдать людям Специальные Электронные Паспорта И это Такая Удивительная Программа Которая Скачивается На телефон И люди Которые Стали Устанавливать Вот эти Временные Разрешения На выход Из дома Вдруг Обнаружили Совершенно Случайно Устанавливая Эту чудесную Штучку Что она Просит Доступ Ко всему К фотографиям К записи Разговоров К прослушиванию Ну то есть Это такой Маленький Фактически Шпион Который Может включать Твою камеру Произвольно За тобой Следить Проверять С кем И о чем Ты где Разговаривал То есть Не нужно Практически Больше Не нужна В Российской Федерации Ни ФСБ Ни любые Другие Какие-то Чудесные Ни МВД У тебя Есть Маленький Шпион Это Замечательно И люди Которые Корректно В Мосгордуме Поинтересовались Вот я помню Выступление Двух Только Депутатов Которые С милой Два мужика Они сказали Подождите Ну Меры Предосторожности Это все Здорово И бороться С вирусом Нужно И ситуация Правда Серьезная И это Дело Врачей Давайте Обеспечим Для начала Хотя бы Аппаратами А потом Будем Закачивать Людям Какие-то Непонятные Разрешительные Паспорта На телефон На что Собянин Не посчитал Нужным ответить Он сделал вид Что он не слышал Этих сентенций Но Я уверена Что мы конечно Двигаемся Каким-то Драконовским Мером И часть людей Которые пытаются Сейчас сказать Что стоп-стоп Подождите А как связана Забота о людях Например И слежка за ними Формально Они объясняют Что мы должны Отследить всех Выходящих на карантине Чтобы не дай Господь Зараженный человек Не прокрался Случайно куда-то И не чихнул На автобусной остановке Да Но мы все Прекрасно понимаем Как власть Придержащие люди Заигрываются Со своими компетенциями И вдруг Ты обнаруживаешь Что они Не только зараженных людей Отслеживают аккуратно А всех остальных тоже Пилингуют Прослушивают Собирают данные Причем это приложение Может собирать данные Но обо всем Что ты заказываешь В магазине На какие средства Ты живешь Транзакции Из твоих Электронных карточек Какой порно Ты смотришь В конце концов Да То есть Крайне интересная Картинка вырисовывается И это действительно Новый мир И часть людей Которые попытались Подвергнуть это сомнению Точно так же Как часть людей Причем профессиональные врачи Которые говорят Что да Безусловно Есть коронавирус Да Есть люди Особенно пожилого возраста Которые чертовски тяжело Это все переносят Как и любую Пневмонию На самом деле Но это не выглядит Все так катастрофически Как это пытается Представить правительство Принимая драконовские меры Тут же был принят Ряд законов Которые Я Сегодня не успела Дочитать Последнее постановление Там чуть ли теперь Не уголовные сроки Не просто За отрицание Коронавируса А Там очень хитрое Такое двоякое Обоснование Что Если ты Чуть ли не иронизируешь Над ситуацией То ты уже в принципе Преступник сам по себе Что какого черта Ты смеешь Усомниться В том Что делает правительство Ты что Подвергаешь сомнению Действия того же Собянина Ты хочешь здесь Бубонной чумы Чтобы людей Выкосило Направо и налево То есть прием Такой Очень распространенный Но это чисто Геббельцевская история Я вот за этим наблюдаю Это какое-то дежавю И люди Из страха Конечно Многие закрывают рот И не задают лишних вопросов Из серии Как бы чего не вышло Ладно-ладно Моя хата с краю И не будем поднимать Эту тему на всякий случай Не будем обострять Называется Ну То о чем вы рассказывали Потенциально Вот в связи с этим Электронным паспортом На самом деле Это реальность Сегодняшнего дня Бигтек Так называемые Большие компании Наши технологические Они давно контролируют И собирают Подробнейшую информацию О всем Что происходит И вот И камеры на телефонах И микрофоны работают Даже при выключенных телефонах Все это Давно уже копится С какой целью Используется Не знаю Ну С одной стороны Если ты на фейсбуке В какую-то рекламку Кликнул Зашел То потом тебя засыпят Этой рекламой Потому что Это все фиксируется С одной стороны Это удобно С другой стороны Они собирают Действительно Подробную информацию И кто И когда И с какой целью Ее будет использовать Это вопрос Так что Мы давно живем Под колпаком Что называется Я без иллюзий Я прекрасно понимаю Что та же самая Любая соцсеть И любые Ватсапы И вайберы Занимаются Примерно тем же самым Действительно Потому что Любая большая корпорация Заинтересована В продвижении Своего товара То есть Что такое Бигдата Они собирают Огромный объем информации И видят Что там Женщины Среднего возраста Заказывают себе Такие-то платья Мужчины Такого-то возраста Смотрят Такие-то фильмы Желают кататься На такие-то курорты И исходя Из этих данных Они простраивают Свои рекламные кампании Также простраиваются Политические кампании Также Они выращивают Искусственно Новых политиков Нового формата Которые Подстраиваясь Под ожидание Толпы Начинают говорить Какими-то слоганами Это все и есть Искусственный интеллект Потому что Если вы замечали Стоит вам В Ютубе Посмотреть пару Каких-то роликов Как искусственный интеллект Начинает вам Предлагать Нечто похожее То есть Он как бы Говорит Послушай Ну кроме Надежды Бабкиной И Тимати Можно послушать Еще вот этот Похожий ролик Например Каруза И дальше Высыпается Крайне интересный список То есть Безусловно Это везде Вопрос Опять же В том Насколько Эти люди Далеко зайдут И как они Заиграются в это Потому что Ведь можно Все это Действительно Использовать Во благо То есть Гипотетически Там есть Какой-то Порядочный Ну абстрактно Возьмем Как беременная Девственница Порядочный Хозяин Огромного бизнеса Который Занимается Медициной И он хочет Изучить Все данные Чтобы сделать Какие-то Суперсовременные Лекарства И помочь Людям быть Молодыми Красивыми Здоровыми Практически Вечно Это здорово Планирует Действительно Построить Некую Общий Такой Большой Концентрационный Лагерь В котором Ему не нужны В первую голову Странные Вольнодумцы И задача Этих Прекрасных Гаджетов В первую голову Откалибровать Тех Кто не согласен С системой А потом Их Например Дискредитировать Да Давайте Мы сделаем Небольшой перерыв Буквально Несколько минут После чего Вернемся Обязательно Продолжим Продолжаем Нашу программу Напомню Сегодня Со мной В эфире Инна Сергея Телефон Студии По-прежнему 847-400-5200 Давайте Попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте В нашей Америке Телекомпания NBC Лекарства NBC Точно Помню Они там Провели Собственно Расследование Распространение Коронавируса По всему миру И Оказывается Вот это Юханское Провинция Когда Охватило Вирус То Правительство Окружило Тройным кольцом Вот Военными Провинцию И Они Позволили Людям Уезжать Из Провинции Только Лишь Не На Самую Территориальную Часть Китая А За границу И 5 миллионов Людей Китайцев Из этой Провинции Переехали В любую Страну Как они Мечтали Поехать И В течение С Ноября До Февраля Этого Года В Америку Переехали 759 Китайцев И Я думаю Что В нашей Нью-Йорке Оказывается Их больше 150 тысяч Приехали За этот Период И Поэтому Наш Нью-Йорк Сейчас Лидирует По Числу Заболевших И К сожалению Умерших И Тем не менее Наши демократы Обвиняют Нашего Президента Трампа О том Что он Яросист И так далее И тому подобное Я думаю Что Если Квантунская Япония 41-го года Образца Напали бы На Хаббур Вот В это Время То Я боюсь Что Наши демократы Не позволили бы Америке Победить В противостоянии Против Японии Того Образца Если бы Они подходили С теми Мерками Что они Сейчас Преподносят Нам На Уныне Спасибо Спасибо К величайшему Сожалению Действительно Политики Используют Ситуацию В своих Целях Но тут Есть Для меня Тоже Один Серьезный Нюанс Потому что Америка Все-таки Действительно Страна Номер Один Это Огромная Империя С невероятным Влиянием Если Ситуация Такова Как ее Озвучил Сейчас Наш Бизави У любого Президента Любой Страны Есть Разведка Которая Обязана Была Донести И все Это должны быть Не какие-то Куларные Расследования BBC CNN Еще чьи-то То есть Тогда с программным Заявлением Выходит первое лицо И говорит Ребята У нас на руках Есть документы Абсолютные Стопроцентные Доказательства Что с такого-то По такое-то число Несмотря на закрытые Границы К нам из Уханя Приехало там Такое-то количество Китайцев Что является По всем Международным нормам Диверсией Если это так И тогда Принимаются Крайне жестокие Меры То есть Это фактически Объявление войны То есть Это Ну Я понятно же Выражаюсь Это не должно быть Так что Мы с нашими Журналистами Что-то расследовали И вот На нашего президента Нельзя нападать Секунду А почему Он тогда Не выступит С программным Заявлением Потому что Если Все действительно Обстоит Именно так То это Гораздо хуже Чем стрелять Градами И буками По сопредельной Территории Знаете что Инна Сергеевна С одной стороны Вы правы С другой стороны Есть некие обстоятельства Ну я просто Приведу парочку Из них 90 процентов Составляющих Лекарств Вот которые Применяются Постоянно Без которых Мы жить не можем Мы получаем Из Китая 40 процентов Получаем Из Индии То есть После того Как Президент Сказал Ну назвал Этот вирус Китайским Китай обиделся И некоторые Официальные лица Китая Стали намекать Что они Оставят нас Без лекарств Вы понимаете Антибиотики В частности Антибиотики Без которых Мы жить не можем И я Должен признаться Я там 44 дня подряд Буквально Вот Две недели назад Закончил курс Последний антибиотиков У меня был Сайнос инфекшн И я не мог Ничего с этим поделать Я просто Не представляю Если То есть Есть некие обстоятельства Которые не позволяют Выйти президенту И объявить Войну Китаю Не потому что Шмутки Мы перестанем Получать из Китая А потому что Мы просто Настолько Наши политики Наши корпорации Настолько Настолько В зависимости От Китая Что просто Жуть И причем Первое что Сделал президент 31 января Это он Запретил Полеты Из Китая В США И после Этого Выступили Все средства Массовой информации После этого Выступил Директор Всемирной Организации Здравоохранения Осудив А уж как Политики Какой грязью Те которые Сегодня Обвиняют Политики Это Чак Шумер Который Является Лидером Большинства Демократического В Сенате Это Нэнси Пелоси Которая Является Третьим Лицом В государстве Спикер Палаты Представителей Они Сегодня Обвиняют Президента В Его Запоздалости Его Решений А вот В тот Момент Когда Трамп Принял Решение Запретить Полеты Из Китая Очевидно Располагая Какой-то Информация Не просто Так Потому что Он встал С левой ноги И решил Нет Очевидно У него Была Какая-то Информация Так вот На тот Момент Все эти Политики С такой Яростью Накинулись На Трампа Обвинив Его В расизме Поскольку Против Китайцев Выступил Назвал Вирус Китайским Запретил Полеты Из Китая И так далее То есть Ситуация Действительно Непростая И об этом О том Что мы Зависим От Китая Единственный Президент Причем Клинтона Буша И Обамы Мы Все Производство Перевели Ну ладно Бог с ним Производство Ширпотреба Как бы С этим Еще Можно Мириться Это Понятно Но Когда Но Когда Лекарства Жизненно Необходимые Лекарства Для Американцев 90% Производятся В Китае Мало Лишь Что Может Включиться Сенатор Блэкборн Выступала Она Говорила Приводила Примеры Когда Мы Испытывали Дефицит Тех Или Иных Лекарств Оказывается Там В Китае Эти лекарства Производят А на той Фабрике На которой Производят Скажем Конкретное Лекарство От чего-то Вдруг Эта фабрика Закрылась Потому что Там Загрязнение Заражение Что-то Такое Было А мы А мы А мы Здесь Испытывали Дефицит Этих Лекарств И вот Об этом Президент Говорит С самого Первого Дня Своего Президентства И ничего Сделать Не может Потому что Без Без Вы понимаете Для того Чтобы Восстановить Производство Здесь Он Отменяет Правила И регулирование Всевозможные Причем Ни один Президент Столько Не отменил Потому что Почему не Производят Здесь Ну Мало Того Что Рабочая Сила Дармовая В Китае Ну Была Сегодня Уже Не такая Дармовая Была Дармовая Рабочая Сила В Китае Так Еще Здесь Такие Правила И уложения Которые Не позволяют Тебе Вы знаете Во сколько Нам Обходится Ну Во всяком Случае В шестнадцатом Году Я помню Цифру Во сколько Нам Обходится Бизнесу Соответствие Вот Таким Правилам И уложениям В год Вы можете Себе Представить Эту сумму Это больше Чем Весь Бюджет Канады Вся Экономика Канады Вот Это Вот Соответствие Этим Правилам И уложениям Обходится Американским Бизнесом Обходился Вот В том Году Я не знаю Сейчас Как В один Триллион Семьсот Миллиардов Долларов Все Это Нужно Поменять Для того Чтобы Начать Производство Здесь Это И профсоюзы Которые Черт С какими Требованиями Выступают То есть Ситуация Очень сложная Но еще раз Я думаю Что Трампа Вообще ждет Крайне Сложное Время Потому что Вирусологи Прогнозируют Такую вспышку Пандемии Где-то Недели Через две И первое Чем его Начнут Бить и колоть Это то Что у Америки Действительно Очень серьезный Бюджет Военный В первую очередь И все Политики Оппозиционного Толка Начнут Говорить о том Что подождите А почему мы На медицину Например Столько не тратили То есть Какого черта Допустим Как рассуждает Обыватель Зачем нам Например там Танки Грады И буки Да Давайте Накупим Каких-то Респираторов Но это Это сейчас Понятно Что случилось ЧП Это Сейчас Понятно Что Вспышка Коронавируса А если бы Например Началась война Две недели Назад Ведь я напомню Если кто-то забыл Впервые за 25 лет НАТО начало Самые масштабные Учения В Европе По крайней мере Оно планировало Это сделать И они были Отменены Частично И в Польше Во всех остальных Европейских странах Просто потому Что началась Вспышка Коронавируса И как только Было заявлено Что начинаются Самые масштабные За четверть века Учения НАТО Россия тут же Сделала Контр-заявление Что Ах так Мы тогда Тоже Стягиваем Грады И буки К границе И мне Например Страшно Представить Что было бы Если Если эти люди Шарахнули По Боингу В нетрезвом виде И сейчас до сих пор Не могут разобраться Кто это был Гиркин Пупкин Иванов Петров Стрелков То что бы они сделали В ответ на стягивание НАТО своих танков Там по границе В той же самой Польше Началась бы банальная Третья мировая Просто потому что Какой-то пьяный Сержант Петренко Нажал бы на На кнопку пуск Вот и все Абсолютно Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Здравствуйте Уважаемая Инна Сергеевна В предыдущей части Вы упомянули Новый порядок Мне Моя сотрудница Она из Румынии Давно об этом говорит И рассказывает Такие страсти Что у меня Волосы поднимаются Дыбом Но я Когда она говорит Я как бы верю Но потом я как бы Себя успокаиваю Не может такого быть И она Мне там показывала На интернете Центр в Астане Выстроили там Какие-то дворцы Золотые И так далее Скажите пожалуйста Как вот В России На это реагируют Это считается Это реальностью Или это какие-то Фантастические Ну как сказать Легенды Для того Чтобы отвлекать Наводить панику Отвлекать людей От реальности И так далее Что это такое Спасибо большое Спасибо за вопрос Тут есть два лагеря Всегда Есть полусумасшедшие Шизофреники Которые все время Рассуждают условно Про каких-то Рептилоидов Например Это люди С пограничным Расстройством личности Они в принципе Любят нагнетать Но то что Группа Сверхбогатых людей На этой планете Давным-давно Включая Замечательного Сороса Делала Абсолютно четкие Программные заявления То есть они же Не дома на кухне У себя собираются Шепотом поют Интернационал И потом где-то На туалетной бумаге Черцит план Наступления На мировую элиту Нет Они открыто заявляют Что да Было бы целесообразно Причем они очень Грамотные ребята Они облекают Это в очень красивый И вкусный Хороший фантик Говоря о том Что А что нам делить Мы живем на одном Земном шаре В конце концов Мы одна большая семья Разве это плохо Если мы будем едины Сколько войн Сколько кровопролития Сколько междоусобиц Сколько выяснений Отношений Ты черный Я белый Ты азиат Я европеоид Это все лишнее Ребята Мы одна большая семья То есть подоплек У этого очень красивая И в России Есть огромное количество Тоже сверхбогатых людей Сторонников Этой теории Другой вопрос Опять же Благими намерениями Вымощена дорога в ад Я не против того Что люди бы Наконец пробудились Допустим И стали бы одной большой семьей То есть задеет Очень грамотно Но кто это будет реализовывать И чем будет руководствоваться Эта группа В полосатых купальниках Это большой вопрос Потому что если это просто Саблезубые бизнесмены Которые привыкли Зарабатывать на всем деньги И прекрасно понимают Что это очередной Такой шикарный момент Содрать с людей Три шкуры Убрать недовольных Представьте себе Если все вокруг Действительно чипированы И у вас есть доступ К любой информации человека Вы видите температуру его тела Вы видите его настроение Вы можете читать его мысли Я не вижу в этом Ничего фантастического Потому что уже Изобретены Например Рамки в аэропортах Которые Знаете да Определяют террористов Высвечивая Какое-то настроение человека Если он разозлен Растерян То есть это такая Своего рода В кавычках Аурокамера То есть дело За малым Немножко Еще год-два Будет сверх Какая-то разработка Которая будет позволять Залезать вам в голову И определять Насколько вы Например Оппозиционно настроены К тому или иному режиму И ничего не стоит По тому же чипу Отключить вас от системы Просто-напросто Как вы выключаете Из розетки Свой ноутбук Вот и все Опасность только в этом Насколько Эти люди заиграются И как много Они себе позволяют А как мы видим По политикам в мире Ребята в принципе В это любят Поиграть Да Давайте примем Еще звонок Добрый день Здравствуйте Когда-то еще В России Где-то В 93-м году Наверное Я прочитала Стасию О том Что существует Такой Конгрессмен Или сенатор В Соединенных Штатах Который предлагает Добавлять Некое вещество В водопроводную воду В систему В водопроводную Для того Чтобы уменьшить Сертильность Американской Женщины Когда я приехала Сюда в Америку Во времена Клинтона В 94-м году Я обнаружила Что этот самый Человек Работает В правительстве Клинтона И продолжал Работать В этом В этом Правительстве То есть То что Вполне возможно То что сейчас Делается Это их идеи Допопуляции Потому что Билл Гейтс Тоже С этой же идеей Выступал Значит Он Говорил Что Слишком много Так сказать Лишних людей Которые Ничего не приносят Как бы То есть Элиту надо Оставить жить А те Которые Как бы Средний класс Которые Ничего из себя Особого не представляют Чтобы о них Не заботиться Надо их Как бы Куда-то подевать Так вот Когда смотришь Вот на всю эту картину Вы знаете Вот такое впечатление Что они И это тоже Имеют ввиду Как ваше мнение Спасибо большое Давайте мы Наверное О всех теориях Поговорим После 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 Перерыва Теорий Теорий Масса Всяческих В связи с тем Что происходит И по поводу Возникновения Этого Этой пандемии И по поводу Источников И как все Происходило В общем Жуть Кто за этим Стоит И так далее Кому это выгодно Сейчас мы всех Разоблачим Абсолютно Но только после Перерыва Возвращаемся В программу Напомню Сегодня со мной Инна Сергеевна Телефон студии По прежнему 847 400 5200 Давайте Примем звонок А потом Попробуем Разобраться В теории Заговоров Добрый день Пожалуйста У меня такой вопрос Недавно я слышал Выступление Собянина Он сказал Что он не будет Выплачивать Из бюджета Деньги За неработающее время Так Городское сумасшедшиеся Это вполне Которые Конечно, в какую-то одну могучую кучку, с которой потом правители будут делать уж все, что им желается, но на то их будет воля. И опять же, это будет зависеть, безусловно, от того, насколько люди смогут отстаивать свои гражданские права и свободы. Это к вопросу о Собянине. Дело вот в чем. Это вопрос не столько юридический и финансовый, сколько вопрос этики, потому что все прекрасно знают, что Москва это сверхбогатый город, и Собянин давным-давно миллиардер, и человек, который по три раза перекладывает плитку и получает какие-то невероятные деньги. У нас был случай совершенно конкретный. Мы сидели в ресторане, у нас забрали машину с разрешенного парковочного места. Подъехал просто эвакуатор, и пока мы выскочили и пытались на пальцах объяснить, что какого черта здесь происходит, нам мужчина показал, что, ребят, решайте вопрос как-нибудь сами. Нас спасло только то, что был видеорегистратор в машине, все это было записано, и мы потом через суд доказывали свою правоту. Но мы попали на удивительную штрафстоянку. Она была размером в несколько гектар, это огромнейшее поле, а их много по Москве. И там стояли тысячи машин. Сутки на такой парковке стоят там практически 100 долларов, да, и машины там стоят днями. То есть это огромный поток денег, и он не только с парковок поступает. Именно поэтому к Собянину совершенно лютая физиологическая ненависть. То есть люди спрашивают, подождите, у вас какие-то баснословные сверхдоходы, в том числе это было в свое время и от закрытых казино, не беря там теневую экономику, да. Вы что не можете месяц дать выжить малому бизнесу, у которого и так драконовские меры, потому что откуда берутся чудовищные цены в московские кафе? Да потому что это непомерная аренда просто-напросто, и это скотское отношение к малым предпринимателям, которых во всем мире пестуют, потому что это удивительные люди. Люди, которые создают свое дело, радиостанцию свою открывают, газету свою печатают, какой-то маленький салон красоты открывают. Они гораздо ценнее должны быть для государства, чем любой наемный рабочий, потому что эти люди на самом деле бриллиант. А российское государство втаптывает их который год в дерьмо. Вот и весь разговор. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я вот наткнулся на такую статистику ABC News передает. Декабрь, январь, февраль границу США и Китая пересекли 759 493 человека. Это, естественно, не могло не повлиять на распространение этого ронавируса. Там он уже был в разгаре почти. Ну понятно, мы сегодня уже об этом говорили. Я и сказал, может быть, это и послужило поводом к тому, что президент перекрыл полеты из Китая в США, за что ему огромное спасибо, потому что могло быть хуже. Если там речь шла о пяти миллионах человек, которые собирались покинуть Китай и прилететь в США, это было бы, наверное, еще больше проблем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я извиняюсь, я, может быть, звонил недавно, я видел Ирину Сергеевну, я ни в коем случае не имел ее в виду, что там вот последняя моя фраза. А мне в виду, кто звонил и говорил, что там что-то он намечает. Ну понятно, все. Я и хотел спросить про Собянина. Собянин, я не говорю как человек, я говорю как, это же и повторы по всей России. У Собянина есть деньги, а вот у мэра какого-то Урюпинска это нет. И как ему платить людям, которые не работают? Я абсолютно согласна, что у региональных мэров таких денег нет. И, безусловно, в патовой ситуации должен выйти глава государства и сказать, вот так же, как Трамп, что будет какая-то единоразовая выплата или какие-то компенсации серьезные будут. Но глава государства делает вид, что у нас каникулы. Он говорит, ребят, ну каникулы, ну что вы в конце концов, не надо нагнетать, нормально все. Ну просто если вы выйдете, мы оштрафуем вас на 10 тысяч, а так каникулы. То есть люди же начинают звереть именно из-за неопределенности, потому что это на языке психотерапии называется шизофреногенная коммуникация. Когда тебе говорят одно, потом другое, ты не можешь понять, а что человек имел в виду, подождите, только у нас ЧП или нет, у нас серьезная ситуация или все это ерунда и мы просто на шашлыки должны куда-то поехать. То есть я смотрю по народу населению, особенно молодые ребята, там от 20 до 40, люди готовы, через две недели будут выходить на площадь, если так дело пойдет. Потому что это заметно даже в маленьких городах, есть серьезная прослойка, кто занимается частным бизнесом, это ИПшники, которые были сильно завязаны на структуру быстрого питания. Они все разорены и они, конечно, в ярости, потому что государство, которому они платили налоги исправно много лет, которому они отдавали свои деньги, они же ждут какой-то отдачи, то есть это двусторонние отношения. А теперь государство самоустраняется и говорит, ребят, решайте вопросы сами, как элегантно заметил Собянин, а мы считаем, что у бизнеса есть возможности, ну, пару месяцев платить зарплату самим, в смысле. Окей, что еще служит поводом к всевозможным теориям того, что происходит? На самом деле, как бы объективно, если посмотреть на вещи, то получается, что все, скажем, рынки, европейский, американский рынок, рухнули, китайский рынок, я имею в виду стак-маркет, находятся в вполне себе приличном состоянии. Мало того, все экономики, экономики Европы, экономики США практически остановились, мертвые, стоят. В это время в Китае бум, потому что никто ничего не производит, все смотрят в сторону Китая и ждут, когда Китай что-то произведет. Значит, у нас, в частности, вот в нашем штате наш сенатор, который будет переизбираться в этом году, зовут его Дик, простите за выражение, Дюрбин, так, зовут Дик Дюрбин. Так вот, он и губернатор Притцкер решают вопрос с авиалиниями, чтобы отправить чартерный рейс за масками, вот за этими самыми масками в Китай, чтобы привезти их в наш штат. В то же время в нашем штате есть компании, которые производят и предлагают эти маски, но аргумент, который приводит губернатор, говорит, нет, китайцы нам предлагают дешевле. То есть, вместо, причем деньги выделяет федеральное правительство, вместо того, чтобы поддержать своего производителя, они полетят, наймут самолет, полетят в Китай и поддержат китайцев. Вообще, у меня такое впечатление, что какая-то часть наших политиков куплена с потрохами, ну, кроме того, что они имеют интерес колоссальный, многие же вкладывают деньги туда, в Китай, в производство и так далее. В общем, поэтому рождаются всякие теории. Мы все в дерьме, а Китай в полном шоколаде, как говорят на улице. Как китайцы изначально всех нас элегантно называют белые обезьяны, потому что мы-то как бы по их доктрине, не то, что по их доктрине, белые люди настаивали на том, что они по теории Дарвина произошли действительно от обезьян, а китайцы все-таки из-под небесной, они считают, что они имеют некое высшее происхождение, поэтому есть в генах у каждой нации свое представление об этом мире. Безусловно, у всех есть какой-то свой план развития этой цивилизации, и в этом нет ничего такого крамольного. То есть, там, допустим, тот же самый Путин, может быть, он в своих снах видит себя единоличным правителем мира, и он считает, что он защищает какую-то свою территорию от вторжения, значит, проклятых пиндосов. Он все время говорит о том, что вот там у нас за территорией развал, садомия, похоть, какие-то непонятные люди, а здесь скрепы партии Ленин, комсомол, стабильность, все замечательно, отгородимся колючей проволокой и будем повышать ВВП. То есть, его представление мира выглядит вот так, как у гебиста. Там, у китайцев он иной, у израильтян, может быть, третий. И в ближайшее время эти карты мира все столкнутся, нам действительно придется искать общий язык, потому что это слом система. Мы переходим сейчас в энергетику шестого порядка, и, безусловно, погибнет и те, кто производил нефть, и те, кто производил газ. Это же тоже все было заявлено несколько лет назад, и во всяких антикризисных отчетах, и теми же самыми Рокфеллерами, которые говорили, что, ребята, мы должны перейти на солнечную энергию немедленно. Вот у нас есть автомобили Тесла, заряжающиеся, значит, от розетки. Вот у нас есть какие-то там водородные синтезы, холодный ядерный синтез новый и так далее. То есть они плавно подводили к тому, что старый порядок должен быть упразднен в любом виде, и все старые технологические торговые цепочки будут порваны. Плюс ко всему, вот я тоже об этом думала давным-давно, появилось новое поколение, оно смежно. Есть миллениалы, ну там наши ребята, кому 30, есть поколение Z, кому лет 16. Все, и то, и другое, это поколение интернет. Это блогеры, это инфлюенсеры, это какие-то замечательные актрисы, певицы, режиссеры, сценаристы, производители контента. Это люди, которые фактически не работают на заводах. И получается странная ситуация, что эти люди генерируют некий поток потребления. То есть кто-то рекламирует до посинения сумочки Луи Ютон, кто-то рекламирует бесконечные путешествия по миру. И у совсем юного поколения складывается впечатление, что в противовес протестантской этике, которая говорила, что нужно много трудиться, много учиться, много работать, чтобы что-то получить в этой жизни. Такая очень легковесная картинка. Ты выходишь в интернет, получаешь 6 миллионов лайков, как условная Оля Бузова. В блестящих трусах танцуешь на сцене. Или показываешь, как зовут прекрасную сестру Ким Кардашьян, самой юной миллиардерш Америки. Не знаю. По-моему, Кэндл Дженнер. Я могу, к сожалению, из... Клоу. Клоу. Есть одна сестра, ее зовут Клоу, по-моему. Ей 21 год. Она стала самой юной миллиардершей, просто рекламируя косметику. И здесь тоже возникает цивилизационный вопрос. Потому что 90% подростков в Америке и 90% подростков в России. Это вопрос, кем вы хотите стать? Ответили. Видеоблогерами? Да. Интересно. Я к тому, что этот мировой кризис коснется и их, потому что... Я приведу, в пример, еще одну очень типичную историю. Я слушала подкаст. Если вы слышали историю про уехавшего комика Александра Долгополова. Был такой Саша, который выступал, после чего появилась жалоба, заявление в прокуратуру о том, что там была шутка, оскорбляющая чувство верующих. Он покинул 24 часа страну, уехал, выступал где-то в Европе, потом вернулся. И у него есть на его YouTube-канале такой подкаст. Он разговаривает с другим комиком о том, что нужно собрать донаты. Это обычная практика у блогеров, когда в качестве благодарности кто-то высылает там какую-то посильную финансовую помощь. Один доллар, двести, неважно. И на вопрос его визави, кому мы будем помогать, Саша, ведь в Москве только насчитывается восемь с половиной тысяч комиков, я немножко зависла. Я подумала, подождите. Ну, во-первых, они выступают, вероятно, уже друг перед другом, потому что их восемь тысяч. Это только в Москве. И вот эта индустрия эндтеймента, которая была порождением эпохи потребления, она же тоже должна была закончиться. Потому что невозможно заниматься только тем, что ты где-то тусуешься, чекинишься, путешествуешь, получаешь рекламные деньги за то, что ты отрекламировала помаду, трусы или какой-то энергетик. То есть весь этот кризис в первую очередь ударит и по этим ребятам, и им придется переосмыслить историю. И люди зададут простой вопрос, что подождите, а почему мы живем в мире, где мы тратим миллионы долларов на футболистов, на поп-звезд, на каких-то инфлюенсерш непонятных с роскошными персами, если у нас врачи кратно получают меньше? Этот вопрос я уже встретил на страницах Фейсбука. Кто-то поместил такой пост. Кстати, на страницах Фейсбука сейчас идет очень много рекламы. Ну, в связи с тем, что у нас случилась проблема найти там дезинфицирующее средство или дезинфицирующие салфетки, или гель дезинфицирующий и так далее, вот выскакивает эта реклама, и я в пару таких вляпался, там кликнул, покупаю, покупаю, оплата через PayPal. И вдруг, когда ты зашел в PayPal, как бы автоматически сработал у меня пассворт юзерный, и когда ты производишь оплату, дальше ничего не происходит. То есть, многие уже теперь этим пользуются. Я хочу предупредить наших радиослушателей, прежде чем вы собираетесь что-то покупать из того, что рекламируется на Фейсбук, красиво так рекламируется, просто собирают, ты сам отдаешь свой пароль, по сути дела, и свой юзерный. То есть, я в пару раз, пару таких покупок попытался сделать, и ничего не произошло. Но обычно, когда покупка происходит, сразу приходит мне сообщение о том, что вот там с PayPal платеж произошел или там что-то, а тут ничего не происходит. Просто кто-то собирает твои данные, твои пароли, твои пароли, твои юзернеймы и так далее, и когда ты этим воспользуешься. Поэтому, если вы в такую ситуацию попали, сразу поменяйте пароль. Сразу же. Давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день. Ну, первое, что я хотел бы сказать, что появится новое поколение молодых ребят, которые больше ничего, никуда, ни в какие страны, утаскивать не будут. И они возродят Америку. Свято в это верю. Потому что все-таки людей, которые любят Америку по-настоящему, достаточно живет в Америке. Ну, а за счет юзернейм, я тоже на это дело напоролся. Маски продают, там какие-то специальные. Но ты сообщи раньше все свои координаты, а потом они тебе цену назовут. Да-да-да, такое тоже есть. Спасибо большое. Я тоже думаю, что все восстановится. Но, к сожалению, определяют-то все не молодые люди, а политики, которых мы избираем. Мы должны сразу трезво отдавать себе отчет в том, что есть такая интересная формула, называется она «черный лебедь», как Насим Талиб называл некие непредвиденные обстоятельства. Так вот, коронавирус – это не просто черный лебедь. Мы живем в эпоху, когда над нами будет пролетать «Стая черных ворон». И после коронавируса, например, никто же не отменял учения НАТО и противостояние с Россией. Никто не отменял войны. То есть нас ждет целая череда вызовов. И закончится условно вспышка вируса, и будет какая-то война. Это все равно будет действительно некая нестабильная такая зона турбулентности, в которую будет заворачивать всех. И тут нужно будет иметь, конечно, во-первых, невероятную выдержку, какое-то гигантское богатырское здоровье, крепчайшую нервную систему, чтобы все это пережить. Поэтому я бы не стала заниматься самоуспокоением, что вот сейчас, как девочки пишут, кто по путешествиям скучает, что ничего-ничего, девчонки, в июле или в августе поедем в Италию в новых сарафанах. Я бы не была так уверена про новые сарафаны. Я бы настраивалась сразу на такое очень эргономичное существование. Не паниковать, не стрессовать, не жить в ожидании ужаса, но быть во всеоружии, быть готовым к тому, что будет череда очень суровых испытаний. Потому что никто не отменял, например, исламское государство, правда, которое мечтает убить Даджаля и продвигается как бы полномерно к Европе. А противостояние европейской цивилизации, исламской цивилизации 100% будет. То есть нам предстоит много сюрпризов. Абсолютно. Ну и, честно говоря, что касается нашей экономической ситуации, даже если предположить, что до 30 апреля, скажем, отменят вот этот полукарантин полуофициальный, потому что кто-то написал, я не проверил, правда, кто-то написал, что в случае, если правительство объявляет карантин официально, то тогда все твои обязательства по долгам берет на себя правительство, в том числе и моргичи и так далее. Ну, поэтому вот такая формула какая-то мягкая, обтекаемая, селф, вроде сам себя изолируя, селф, да, чтобы не объявлять официальный карантин. Так вот, даже если после 30 апреля мы вдруг начнем работать, во-первых, психологически, накануне вот этой катастрофы, грубо говоря, катастрофы, может быть, не катастрофы, но вот этого события, экономика у нас была просто потрясающая. Уверенность людей были, люди тратили деньги просто так, как никогда. Что произойдет после этого, мне кажется, все будет несколько иначе, и для того, чтобы восстановиться экономике. Потом люди, даже если они вышли на работу, они еще должны как-то пытаться рассчитаться с долгами, заработать, получить... Ну, в общем, вот некоторые настаивают на том, что необходимо еще несколько месяцев, а может быть, еще целый год держать страну закрытой. Я считаю, это безумие. Можно просто завернуться в простынь и идти потихоньку на кладбище, чтобы не переживать того, что может произойти в этом случае. Инна Сергеевна, у нас времени больше не осталось. Огромнейшее спасибо. Берегите себя. Спасибо вам. Аккуратнее все-таки маску там или как-то ограничьте свой выход в свет. Да, я всем желаю здравия, крепчайшего. Меньше контактов. Всего доброго. До свидания.